Так, теперь поговорим о хасидах. Вообще, хасидизм и хасиды это удивительное явление, которое никогда не было, наверное, и не будет в истории человечества, правда? Очень такое живое пробуждение и весьма интересное. Помните историю с 1648 год? Это война Богдана Хмельницкого, и после этого евреи оказались в очень тяжелом положении. Иудаизм, классический иудаизм, оказался в катастрофе. После этого, вы помните, начались уже в 18 веке движения, которые отходили от иудаизма. Помните, движение Хаскалы, да? Или движение реформированного иудаизма, попытка реформировать иудаизм. А у евреев восточной Европы движение совершенно другое и уникальное. Это хасидизм. После того, как надежды на шаббата и цви не оправдались, и Господь как будто бы оставил свой народ, евреи начали взывать к Богу, правда? Их вот эти формальные молитвы уже совершенно не устраивали. Они нуждались в чем-то новом. Обновлении сердца, да, обновлении души, обновлении своего отношения к Богу, обновлении завета с Богом. И вот нацелилось такое движение. Как вы знаете, всякое пробуждение, оно имеет своего пробудителя. И кто был таким в хасидском движении? Исраэль Баал Шемтов, да? Исраэль его имя, Баал Шемтов это не фамилия. Вот это его просто титул. Помните, мы говорили, Баал Шемтов титул носили и до него. И хасидами именовались, и еще до хасидского пробуждения были группы, которые тоже так себя именовали. Но Баал Шемтов означает, что хозяин доброго имени, то есть чудотворец. В еврейской традиции считается, что тот, кто знает истинное имя Бога, тот может этим именем творить чудеса. И вот этот житель Западной Украины, Исраэль Бен-Иезер, начал проповедовать в 30-е годы 18 века, то есть началом хасидизма, примерно 1730 год. Раби Исраэль призывал обращаться к Богу, как к личному общению с Ним, говорить с Богом, познавать Его сердцем, петь Ему. Действительно, когда человек полностью обращает свое сердце, свое желание к Богу, не в формальной какой-то молитве. Молитвы могут быть любые. Можно даже петь без слов Богу, лишь бы было сердце, особое положение сердца. Не было установленных молитв. Это пробуждение полной радости, вдохновение сопровождалось песнями, танцами. И отсутствие учености не рассматривалось как препятствие к постижению Бога. После смерти Баал Шемтова в 1760 году, до протяжения всего лишь одного поколения, хасидизм завоевал сотни тысяч последователей. Были, помните, и противящиеся. Как их называли на еврите? Мид-на-гдим. Те, которые против, были мид-на-гдим, были и противящиеся, которые считали их вообще не евреями, еретиками хасидов, даже запрещали жениться, выходить замуж, даже хоронить на еврейских кладбищах. Но, несмотря на это, хасидизм все больше и больше завоевал поклонников. Есть у нас и хасидские синагоги в Одессе, да, есть и ортотоксальные еврейские синагоги. И Холокост как-то уже примирил всех, правда? После Холокоста уже не стали так резко делить. Вот мы такие, мы хасиды, а мы другие. И хасиды действительно, когда в Холокосте были, шли с песнями, с танцами, да, это, прославляя Бога, и сама их смерть в концентрационных лагерях было именно прославлением Божьего имени. Это было уникально. Вы знаете, так люди, не любящие Бога, или притворяться, знаете, так люди не могут, правда? Это действительно живое пробуждение. Ну, впоследствии, конечно, Кабала и другие вещи, они изменили и не ту сторону направили это движение. Сейчас я вам скажу, что у хасидов действительно действует Дух, да, Дух Антихриста. Но у ранних хасидов и у тех хасидов, которые искренне любили Бога, естественно, этого Духа не было. Вот если просит человек Духа Божьего, так что, если, ну, вот не познал на них живого, то Бог не даст им этого Духа? Да, если вы просите у Отца Духа, Он вам даст. Он не змею вам даст, не какую-нибудь нехорошую вещь или камень. Как говорят, конфетку закладывали раньше, шуточка такая была, на тебе, что значит камешек, да? Бог так не дает. Поэтому я верю, что это было обращение к живому Богу, и это был ответ живого Бога. Ну, еще раз говорю, современный хасидизм все-таки отличается от того живого хасидизма, который был тогда. Я не призываю вас становиться хасидами, но мы должны брать и из хасидского движения самое лучшее, правда? Хасиды обратили свой взор не на соблюдение заповедей и не на праведность своей силами, а на мессию, цадика, с большей буквы, праведника, верой которого спасается человек. Так, они брали за основу такое высказывание. 613 заповедей были заповеданы мышей. Пришел пророк Хавакук и свел их к одной. Сказал, праведный верой своей живет. Это сказано в Толмуде трактат Макот 24а. И раби Нахман из Браслава, правнук Балашимтова, тоже один из столпов хасидизма, жил 1772 по 1810 год, дополнил и развил учения хасидизма. И он сказал, что единственный путь, по которому можно пройти к Богу, это искреннее раскаяние. Это вы уже доверили записывать, да? Итак, хасиды обратили свой взор не на соблюдение заповедей, а на кого? На мессию, цадика, с большой буквы, да? Основание праведной веры жив будет. Сущность учения Балашимтова, раби Нахмана из Браслава, в том, что единственный путь, к которому можно пройти к Богу, искреннее покаяние шва, которого можно достичь, следуя учению истинно праведного или истинно цадика. И это очень похоже на то, что мы исповедуем. Покаяние через истинного цадика. Кто этот истинный цадик? Ишуа Мессия. И можно делать такое, следуя учению истинного цадика, да? Ну, вы знаете, вот это обожествление своих лидеров, которые называют цадиками, оно привело к тому, что даже обожествили раби Нахмана и начали в Умане поклоняться вот этим всем могилам цадиков. И вы знаете, до сих пор это происходит. То, что незаповеданный иудаизм запрещается иудаизм. Ну, и последний любовический рэбе Шнейрсон, рэбе Шнейрсон был тоже объявлен, как сказать, весенней, что он воскреснет, да? И ему тоже поклонялись и до сих пор ждут его воскресения. И это предсказывал даже сам Баал Шемтов из книги Мартин Бубер «Хасидские предания». Рави Михал из Лочева рассказывал. Однажды, когда мы ехали с нашим учителем, Рави Исраэлем Баал Шемтову, светочей семи дней, и остановились, Рави ушел в лес, где хотел прочесть послеполуденную молитву. Вдруг мы увидели, как он прислонил голову дереву и заплакал. Спустя какое-то время мы спросили, что с ним случилось. Баал Шем ответил. Когда я целиком погрузился в дух, то увидел, что в поколениях, которые будут жить перед пришествием Мессии, Хасидские равины размножатся, как саранча. И именно они отсрочат время в воздаянии, ибо вызовут разделение в сердцах и породят беспричинную ненависть. Это, я думаю, истинное и правильное пророчество, да? Видите, разделение и беспричинная ненависть кому? К нам, мессианским. И евреям, к сожалению. Вы знаете, кто самые большие враги пробуждения, да? Те, которые были в предыдущем пробуждении. Согласны? Такое вот интересное пророчество. Да. Элли Визель. Помните, кто такой Элли Визель? Элли Визель. Это человек, переживший Холокост, да? Это занимавшийся именно вот всего-то на наследие Холокоста. Он также выявлял повинных в Холокосте, да? Людей, фашистских преступников и так далее. То есть это журналист, исследователь, писатель, философ, своего рода тоже очень разносторонний человек. Вот что он писал. Для хасидов нет ничего лучше танцу. Столы и лавки сдвигаются в угол и не успевает собравшийся встать круг, как вся община запевает хором. Поют хасиды так слаженно, так быстро и весело. Песня полна такого ритма и огня. Такой неуемной страсти, что кажется, будто она разносится по всей земле. Они танцуют рука об руку, плечо к плечу. Лица раскраснелись, сердца полны радости. Круг то расширяется, то сужается. Танцующие расходятся, потом опять сходятся, теряют и вновь находят друг дружку. И вот они уже неотделимы от песни. Они сама песня. Песня одержала победу над молчанием и одиночеством. Ведь для других мы существуем точно так же, как и для самих себя. И поем мы для того, чтобы песня заглушила яростный шум всех тех лет, что гулко разносится в нашей памяти. И чтобы доказать нашим предкам, смотрите, цепочка не разорвалась. Мы поем одну и ту же песню десять раз, сто раз, чтобы не расстаться с ней. Чтобы не расстаться друг с другом. Поем, как ее пели в Вишнице и Сегите. Хасиды танцуют так же, как танцевали в Гере. Громче, быстрее. Пусть с песня станет танцем, а танец с песней. Пусть радость придет к сиротам и к их друзьям. Радость бурная и безмятежная. Радость для всех и каждого. И радость творения и сотворения. Но кроме того, хасидизм еще и мистическое учение. Это религиозно-мистическое учение. Там придается особое значение кабале, да, и буквам алфавита и так далее. К сожалению, вот это в хасидизме постепенно заместило вот эту идею близости к Богу. Но все-таки пробуждение хасидов и опыт пробуждения хасидов, они очень дороги и важны для нас. Вот смотрите, если можно было бы, например, сравнить караимское пробуждение, когда караимы отказались от всей устой торы, да, вот этих награбождений правил, и только читать, только читать тору. С чем это можно сравнить? С реформацией. Да, с реформацией, Лютер. Да, только Библия, только Иисус и третье, что там. А только благодать, только Библия, только Иисус, да. Три идеи. То это пробуждение, это действительно харизматическое пробуждение. Но оно несило также и мистический оттенок. И это есть отрицательное. То есть есть что-то положительное, есть и отрицательное. Когда вторгались в духовную природу без Иисуса, и сатан всегда, что, свою обманку подсунет, да. Поэтому надо понимать такое двойственное отношение. И вы знаете, что породил харизизм? Особую форму, которая называется нигун. Нигун. Иногда это бывает строгая, суровая мелодия. Иногда это очень веселая мелодия, даже совершенно не имеющая ничего общего с духовной, как мы привыкли, песнопениями. Много нигунов написал сам Бавашев Тов. Есть нигуны Шнеура, Залмана, Изляд, из династии Цадиков Шнеерсонов и другие. Были профессиональные хазаны, которые тоже сочиняли мелодии для хасидов. Таким, например, был Йосиф Таннер, он же Йосиф Волынец. Жил с 1838 года по 1919 год. Был Рэбе Мойши Лейбе из Сасова. Он имел обыкновение собирать деньги для бедных невест и организовывать для них свадьбы. Однажды на одной такой свадьбе невесты-сироты клейзмеры играли мелодию, которая очень обрадовала Рэбе Мойши Лейба. И он попросил, чтобы ту же самую мелодию играли, когда ее будут хоронить. Много лет спустя, когда Рэбе умер, сотни хасидин приехали со всей Европы, чтобы проводить садика. На перекрестке похоронная процессия натолкнулась на группу клейзмеров, сидящих в повозке. Тут внезапно лошади сорвались места и понеслись вдаль. Когда процессия прибыл к кладбищу, она встретила нам тех же бродячих музыкантов. Чтобы водороги лошади понесли и куда принесли этих бродячих музыкантов? На кладбище, чтобы они сыграли усваиванную мелодию. Сначала хасида рассердили за это, но тут алтер хасид вспомнил желание Рэбе, алтер старый, значит, о той старой мелодии. И музыка играла на похоронах, хотя еврейская традиция сотни лет утверждала, что музыка не должна играть на похоронах. На еврейских похоронах похоронные марши не играют, вы знаете. Поют, да? Поют. Балышем то, основатель хасидского движения, появился в еврейской жизни в тот момент, когда еврейская мораль была в сильном упадке. Мудрецы Торы и простые евреи стали меньше и меньше общего. И Балышем то понял, что разделение привело к еврейству упадок и никак не способствовало моральному росту. И система молитв, тфилойс или тфилот, исполнение митцвойс или заповедей и маосим тойвим, то есть добрых дел. Это все превратилось в сухую привычку. И Балышем то, и его последователи оживили это. Балышем то был против всяких ограничений. Вы знаете, аскетизма, да? Или как вот монахи делают. Он говорил, что накладывая на себя пост, носить лохмоти и прочие аскетические практики, это неправильно. Это грех. Меланхолия, уныние, отчаяние являются грехом. То есть только через симхо, то есть через симха, через радость, можем мы достичь единения с Богом. Говорил Балышем то, или сокращенно Бешт, да? И есть такие и разные истории, что однажды в Йом-Кипуре его отец молился в Бехт-Медраши, а мальчик молиться не умел. Весь долгий день он провел среди взрослых, которые каялись, плакали, возносили мольбы к Богу. И вот пришел час заключительной молитвы на Ила. Не сдерживая больше душевного волнения, бессловесный мальчик, который не умел молиться, вытащил из кармана дудочку и заиграл. Возмущенный отец обрушился на него с упреками. Однако Балышем то, это был тот самый мальчик, прервал его голос дудочки, а не, Балышем то прервал его. Голос дудочки этого ребенка, сказал он, поднял к небу наши молитвы. То есть Балышем то, что говорил, дудочка ребенка без слов, да? Она подняла наши молитвы. Извиняюсь за оговорку. Таким образом, у евреев развилась такая особая особая система молитвы. Бим-бим, я-ди-ди, ой-вэй, ай-яй-яй, да, я-бабай. Да. Есть, есть такой. Игун, я-бабай, я-бабай. Да. А жена говорит, ой-бабай, я-бабай, я-бабай. Лучше, я-бабай, я-бабай. А бабай, что это? Бабай, это, по-моему, баба старше. Старше, старше в семье, да. Я-бабай. То есть, можно, различные звуки. И это чем-то похоже на говорение на языках, правда? Когда выходят эти звуки, да, неподотчетные разума, неподотчетные сознания. Какие есть хасидиши нигуним, то есть, хасидские нигуны? В основном, три типа нигунов. Мы завтра будем слушать нигуны. Это нигун-рикуд. Нигун-рикуд. Что такое рекуд? Танец, да? Нигун-рикуд, это нигун для танца. Тиш-нигун, тигун, тиш-нигун, это, тиш, это значит стол, да, идейская. Нигун-застольный, можно так назвать. Который поют хасиды за столом рэбе. И девейкус-нигун. Это такая медленная мелодия. Нигун-рикуд, обычно веселая мелодия, создана специально для танца. Есть интересный случай, когда был один хасидский лидер, помните, обвинили одного еврея, и этот человек хотел спасти его. А помещик приказал одеть ему шкуру, кого? Медведя, да? И танцевать. А одновременно должен был танцевать казак. И казак танцевал все больше у быстрейшихся ритми. Да? А еврей должен был копировать все его движения. Отсюда вот такой гоп-казак. Гоп-казак, чири-чири-бом. Да? То есть он начинается медленно, потом идет все быстрее, все быстрее, все быстрее. И несмотря на то, что он танцевал в таком жарком, так сказать, медвежьем тулупчике, да? Вот он повторял все движения казака, не сбился, и тем спас своего сотоварища. Ти-шни-гун, медленная, такая медитативная мелодия. Помните, медитация, размышление, да? Ее поют за столом в рэбе, например, в субботу или другие дни. А девейко-сни-гун, медленная, написано, интерспективная, то есть направленная внутрь, волнующая душу мелодия, то есть сердце изливает перед лицом, что? Господа. Интроспективная, волнующая душу мелодия. Также есть и другие. Марш, например, мелодия от военных музыкантов. Вы знаете, что есть такая марш до хупы. Я буду в Хресберах. Я хотел бы, чтобы моя жена вам сыграла. Вы знаете, это прощание славянки. Та-та-та-там. Та-та-та-та-та-та-та- Та-ра-та-ра-та-ра-та-рам. Та-та-та-ра-па-пам-пам-пам-пам. Да? Чернецкий. Ну, Чернецкий написал. А Чернецкий был Хресбером. Он написал много маршев для царской армии и для советской. Да. Мы их делали в дальний путь, наверное, не забудь. Но это марш до хупы. То есть вот такие марши различные. Они тоже довольно интересны, хотя считалось, что марши чужды духу иудаизму. Но вы знаете, марши, они дают возможность людям, как говорится, объединяться вместе. Да? Маршируя в ногу, маршируя в одном ритме, маршируя в одном сердце, мы становимся едины. И вальс. Это тоже еврейская мелодия, я буду потом говорить, которая развилась в самостоятельный жанр. Чуть попозже я вам скажу. Вот еще из книги Мартин Бубер «Хасидские предания». Был такой рабе Арии Ишполы. Называли его дедушка Ишполы. Когда дедушка Ишполы по субботам и праздникам танцевал, его ноги делались такими же легкими, как у четырехлетнего ребенка. «Ни один человек, видевший его священный танец, обращался в ту самую минуту к Богу всей своей душой, ибо равен пробуждал сердца всех, кто общался с ним. И люди отвечали ему слезами и одновременно радостным восторгом». Представляете, танцующий равен, который обращает в своем танце сердца зрителей к Богу. Однажды в пятницу вечером гостем дедушки Ишполы был Рави Шалом Шахна, сын Авраама Ангела. Сначала они долго спорили, затем благословили друг друга, потом Рави Шалом сел и, как всегда, делал преддверие субботы, целиком устремившись к Богу. Дедушка же посмотрел на него как-то игриво, и обои не молчали. После трапезы Рави Ария Лейб спросил «Сын Ангела, а сможешь ли танцевать?» «Нет, не могу», ответил Рави Шалом. Тогда Рави Ария Лейб встал «Смотри, как танцует дедушка из шполы», сказал он. Ноги его задвигали сами собой, и он стал танцевать вокруг стола. Не успел Рави Ария Лейб сделать круг, как Рави Шалом скачил со своего места. «Где это видно, чтоб старик так танцевал?» крикленно находившись тут же хасидом. Так он стоял и, не отрывая, смотрел на ноги чудесного танцора. Позднее он говорил своим хасидам «Верьте мне, он сделал все свои члены настолько чистыми и святыми, что каждое его движение вызывало священное единение». Представьте, Равина около 80 лет возраста, дедушка из шполы, который так танцевал. Истинный скорбь и истинная радость. Я вам различные хасидские истории хочу привести как пример. Когда Бердичского Рави, помните, Рави Аля из Бердича, о нем много анекдот уходит. Когда Бердичского Рави спросили, какой путь является правильным, путь скорби или путь радости, он ответил, есть два вида скорби и есть два вида радости. Если человек замыкается в скоруупе, случившееся с ними несчастье, и его покидает надежда, это худший вид скорби. О нем сказано, божественное присутствие той шахина не выдворяется на месте улыния. Другой вид скорби это благородный скорбь понимающего, что он утратил. Точно так же и с истинной радостью. Тот, кто пренебрегает своей внутренней сущностью и среди пустых удовольствий не чувствует ее и не пытается вернуть то, что он тратил, такой человек является глупцом. Но истинно радостный подобен человеку, дом которого сгорел, но он глубоко чувствуя внутреннюю потребность строит новый дом. Кстати, вот эта тема в пести еврейских испанских погорельцев, которые будем говорить попозже, фламенко. Да, фламенко погорельцы. Фламенко погорельцы. И с каждым камнем он кладет стены нового дома, радость его все возрастает. танец. Когда умер сын раби Леви Цкака, цадик, идя за катафалком, танцевал. Некоторые его хазиды не могли скрыть своего возмущения таким поведением. Бедную душу взял я, сказал Леви Цкак, бедную душу и возвращаю. То есть, человек, танцевавший на похоронах своего сына. Странные эти хазиды были, правда? А наиболее странным из всех хазидов был такой раби Цзюся. Помните, я его говорил? Говорил раби Цзюся, моя мать Мирл, да пребудет с ней мир, не молилась по книге, потому что не умела читать. Все, что она знала, это как произносить благословение. Но когда она утром произносила благословение, то там, где она делала это, божественное присутствие, то есть, шахина, сияла в течение целого дня. Как-то раби Цзюся и раби Элемелек спорили о смирении. Элемелек сказал, если человек созерзает величие Творца, он достигнет истинного смирения. А Цзюся сказал, нет, человек должен начать с того, чтобы быть истинно смиренным. Только тогда он поймет величие своего Творца. Потом они спросили у своего учителя великого Магида, кто из них прав. Магид рассудил так, и то, и это слова Бога живого. Но милость его на том, кто начинает с себя, а не с Творца. У нас тоже есть такое выражение. Пробуждение начинается с кого? С меня, да? Зуся и его жена. У Зуси была очень сверливая жена. И жена Зуси была сверливой и постоянно приставала к нему, чтобы он дал ей развод. И у Рави всегда было тяжелое сердце. Как-то ночью он позвал жену и сказал, смотри, и показал, что его подушка вся мокрая от слез. сказано, если кто разведется с женой, то о таком человеке даже алтарь льет слезы. Где это говорится? Малахия, да? От слез и намокла подушка. Так что тебе надо? Хочешь ли ты теперь развода? С тех пор жена Рави Зуси притихла и, став тихой, стала счастливой, а, став счастливой, стала доброй. Вот. А еще насчет художественного свиста. Рави Зуси любил свистеть. Помните, мы говорили о свисте, да? Зуб уже как-то был гостем в доме Нисхижского Рави. Около полуночи хозяин вдруг услышал странные звуки, доносившись из комнаты гостя. Он подошел к двери и прислушался. Зуси бегал по комнате и барботал. Владыка мира, я люблю тебя. Но что я могу сделать для тебя? Я ничего не умею. Он еще долго так бегал и барботал, покуда неожиданно не остановился и крикал «Я умею свистеть! Посвящу-ка я для тебя!» И как только Зуси начал свистеть, Нисхижского Рави объял сильный страх. Но это не значит, что мы должны свистеть. Но это вот такой порыв, да? Что я могу для тебя сделать? О, я могу свистеть. И начал свистеть. И когда Рави умер, на его могиле написано «Служивший Богу с любовью, радовавшийся страданиях, избавивший многих от их грехов». Хорошая, да, эпитафия такая? «Служивший Богу с любовью, радовавшийся страданиях, избавивший многих от их грехов». Есть еще много различных историй про хасидов. Есть и сейчас люди, продолжающие эту традицию. Например, Авраам Фрид. Все слышали его Нигуны, да? Фрид не просто певец. Он видит свои занятия музыкой, высшее предназначение, вкладывает пение души. Так пишут в статьях о нем. И весьма большое значение придает содержание. «Если бы мне удалось изглянуть заглянутое сердце, Божий лик я увидел бы в нем. Когда у меня нет сил и слов, я смотрю на свой народ, на нашу судьбу и страдания. Как швестов кшевиков мы пронесли заветы Торы, и в этом я черпаю силу». Есть у него и традиционные еврейские мотивы, и хасидские, и новые, мотивы. Действительно, тоже удивительнейший человек. Теперь я хочу немножко поговорить о влиянии, о клейзмерах мы еще поговорим позднее, более подробно, о влиянии народной музыки на евреев и евреев на народную музыку среди тех народов, которые жили евреи. Сделаем перерыв? Хорошо. Есть такие народы, которые особенно близко переняли еврейскую музыку, и их культура стала настолько близкой еврейской, что даже трудно сейчас разделить. В начале в раннее средневековье была такая крупная группа народов, которые назывались гэлы или галы или кельты. Смотрите, галиция, галичина, а вы знаете, что есть галиция в Испании? Вы знаете, что гэлами называли не только галы, предки французов, но также называли себя шотландцы. У шотландцев национальный какой инструмент? Волынка, да? Волынка, да, и тоже, опять-таки, от чего? От волынь. Видите, интересно, что все кельтские народы храброе сердце смотрели, они были настолько свободолюбивы, что практически они не могли подчиняться даже своим собственным правителям. Даже Шотландия не подчиняла своему королю, а делилась на множество кланов. Это часто погубило эти народы. И само название эти Волынь, от слова воля происходит, да, и если мы посмотрим характер восточных украинцев, западных украинцев, западные украинцы всегда были свободолюбивы, да, всегда там в Карпатах были свои народные мстители, там, и так далее, они не подчинялись ни царю, они не подчинялись ни немцам, они не подчинялись ни Сталину, да, действительно, всегда были за особую свою волю. И Галлы, Гэлы, это была очень большая группа, это, во-первых, жители Карпат, и сейчас это различные этнические группы, посмотрите, у венгров свой язык, да, у украинцев свой язык, у румын свой язык, но если мы возьмем венгерские, украинские, вот западно-украинские гусулы называют, да, это часть украинского народа, или Румыния, то там мы можем встретить одинаковые вышивки, одинаковые одежды, одинаковые музыкальные инструменты, одинаковую музыку и одинаковые напевы, да, и это происходит не случайно, потому что Галлы были группы народов, это Карпаты, они спускались вплоть до Болгарии и Югославии, там их называли фракийцы и фрегийцы, и кто был Спартак? Фракийц, да, кто был Александр Македонский? Из Македонии, да, то есть они тоже были легалами, как и наши западные украинцы, поэтому если я вам скажу, что Александр Македонский украинец, то Шотов в этом есть, и Спартак он тоже украинец, это шутка, да, но всякие шутки есть, доля шутки, а остальное все правда, то есть это удивительно, кельты, вот смотрите, французы, да, веселый, жизнерадостный такой вот народ, такие же шотландцы, любят песню, музыку, да, ирландцы, то есть вот это все народы, народы Испании, я говорил уже, Галиция даже, вот есть такая область, Галиция в Испании, да, то есть вот потомки Галлов, это все народы, живущие в Карпатах и вблизи их, гусулы, западные украинцы, венгрии, словаки, поляки, так называемые, селесцы, горары, они говорят и на польском, и на немецком языке, румыно-молдаване и так далее, название по родине Галиция, Галичина, да, есть Галиция в Испании, Франция до завоевания их франками называлась Галией, Галаты, тоже, которые жили на территории Турции и которые тоже были, в общем-то, не вполне нормальным народом, которые должны были увещевать Павел несмысленным украинцем Галатом. Правда? Вот, это народ удивительный, да, и в Западной Европе их стали называть ирландцами и шотландцами. На территории Балкан, современной Болгарии и Югославии, частично Австрии, их называли фракийцами и фргийцами. Есть даже фргийский такой звукоряд, и тот, кстати, характерен тоже для еврейской музыки. Фракийцем был Филипп, отец Александра Македонского и многие Византийские императоры. Кельты отличались свободолюбием, доходивших до бунта и неповиновения к любой власти, в том числе даже своей национальной. И это было их основным национальным характером. Воля, помните, Волынь. Они нигде не создали своей государственности за исключением ирландской государственности, но и то, эта ирландская государственность, она опять-таки как результат альтернативы. Бунта против английской государственности. Наиболее любимый инструмент галлов Волынка, отсюда, возможно, другое навинование в природе, Волынь, да, или Велень, от слова воля, или Волынка, может быть, связан инструмент, на котором играли волынцы, да, волыняне. Современные украинцы происходят из двух этносов, из восточного, славянского и из западного. А поляки, поляне, тоже славянские, с большой примесью тюркского, как домонгольского, так и позднего влияния. Вы помните, что сами ляхи, ляхи, которые пришли в Польшу, каким был народом? Тюркским народом, пришедшим из Казахстана в начале нашей эры. Также влияние было готов, которые отготы завоевывали, страну называющуюся теперь Острия, да, а вестготы в западной Европе. То есть вот такие влияния кельтской музыки и влияние еврейской музыки. Вот евреи, как раз готами, они были в очень хороших отношениях. Вы помните, я вам рассказывал, да? Они роднились с их князьями и распространяясь дальше, вот эта смесь Иготского и иврита возник идиш. И встречались с кельтскими племенами. Интересно, был такой Бенемин из Туделы. В 11 веке он решил совершить паломничество в Иерусалим. Туделы это где-то в Испании. И вот он, значит, пошел через Альпы, да, через Альпы, потом перешел к Карпатам, и он встретил там народ и говорил, что какой-то странный народ, называется они Валахи. Живут они в горах, совершенно дикие, но говорят, что они потомки евреев. Они называют себя еврейскими именами, живут разбоем, всех грабят и убивают, но когда им попадаются евреи, они их только грабят, но не убивают. И они говорят, что они обязательно присоединятся в свое время, когда придет Мессия к евреям. Вот это племя они называли себя Валахи. Вы помните, что Валахи это что? Предки румын и молдаван. Валахи, Молдавия, то есть Трансильвания, вот эти Прикарпатские области. И вот интересно, что распространенный жанр народной музыки среди кельтских народов была баллада. Баллада в Англии уже оформилась как такой жанр в конце 15 века. Это песня, повествующая о некотором событии. В славянском фольклоре это былины. Самые известные баллады в англоязычных странах существуют в различных вариантах. Один человек собрал и публиковал около 305 старинных английских и шотландских баллад, слабив каждую песню номером для удобства идентификации. И когда исследовали эти баллады, оказалось, что главным объединяющим фактором исполнительской практики были тексты, и причем эти тексты в балладах различных народов совпадали. Ну вот вы знаете, даже интересно, сказки Пушкина, а ведь там говорится о ком? о царе Давиде говорится? Да. Чешуя, как жар горя, 33 богатыря. Да, значит, все равны, как на подбор, с ними Дод, дядька, Черномор, да, дядька, видите, дядька, Дод, это Давид. И у него было, если вы почитаете, действительно было, сколько богатырей? 33 богатыря, да. А царь Додон, царь Додон, это будем, когда разбирать родословную Авраама, это один из сыновей Авраама. Один из сыновей Авраама, да. И удивительно, что, вот смотрите, вот у нас Беллина о Садко. Садок. А какая с ним происходит история? На что эта Беллина похожа? Да, на историю Ионы, который был, да, как произвел крушение, ну, правда, Ион там не нырял к царю, он там просто сидел в брюхе у какого-то там животного большого, ну, в переводах разных кит, это и рыба, и так далее, но это большое морское такое животное. И с ним уже происходило, он там, кстати, тоже сидел, и что он там воспел песню Господу, воспел песню Господу. А? Надо посмотреть, то, что, то, что, да, Римский Корсаков написал Садко, это на основе Беллин. То, что Корсаков был татарином, я вам точно могу сказать. Корсаки, они, Корсаки, это татарский род. Я, я татарские, я татарские роды изучал. Насчет еврейства, я не знаю, не могу, не могу точно сказать. Ну, в танцевальные жанры у шотландцев, значит, под волынку, хорнпайп, рил, жига, и стретспей. И интересно, что они во многом похожи, вот я потом буду говорить, о еврейских традиционных танцах, еврейских традиционных танцах. В Шотландии были также распространены вокальные музыки, связанные с определенными традициями определенных общин. Трудовые песни и там другие песни исполнялись группами женщин по 12-16 человек. Они характеризовались четким ритмом и неизменяемым мотивом. И тоже были посвящены местными событиями. Какие у них были музыкальные инструменты? Различные виды волынок, деревянных флейт, скрипок, свистков и ирландский бубен, который называется бодран. И это тоже набор инструментов, вот только не было скрипки, очень похоже на тот набор инструментов, которые клейзмеры, которые пользуются клейзмеры. Народные музыканты часто выступают на неформальных собраниях, так называемых сэшенс, сэшенс, видимо, от слова сэссия. И отсюда старинная форма ирландской повествовательной песни Сеаннос. Сеаннос. Ирландские волынщики, прозванные королями народной музыки, играют на волынке. Там нагнетаются не мехами, а вдуваются самим исполнителем через бурдюк. Через бурдюк. В Германии тоже есть определенные группы. В Южной Германии, например, есть исполняются короткие песни, называемые Шнадерхюфель, которые побуждают публику начать танцы, воодушевлять музыкантов и танцоров. И это тоже в чем-то похоже на определенные еврейские мотивы. Определенные еврейские мотивы на определенные еврейские исполнения. Теперь вот лендлер, мы говорили о вальсе, да? Лендлер это куплетный народный танец, широко распространившийся по Европе. Только в отличие от вальса, где только музыка, а не поется, в лендлере пели еще и куплеты. Лендлер предшественник вальса, медленный величавый танец в размере три четверти, основанный на окружении пар. В средние века его танцевали не только крестьяне рабочие средней местности, но также представители буржуазии и дворянства в городах. Софья Магит исследовала еврейские баллады и установила, что при сопоставлении ряда еврейских средневековых баллад с их немецкими и маравскими вариантами, подавляющее большинство случаев имеют ярко выраженную еврейскую интернационную специфику. Хорошо.